Друзья, еще одна фишка. Запомните себе правило. Не уверен, не обгоняй. То есть происходит как? Вы встречаетесь с девушкой, и вам кажется, что уже подходит время к тому, чтобы заниматься любовью. Девушка вам рассказывает истории, как давно у нее не было секса, и говорит, что ты ей очень нравишься, и что хотела бы заняться в ближайшее время. Но у вас нет этого ощущения. Ощущение уверенности. Вы не уверены. Вы еще недостаточно к ней привыкли. Вы еще боитесь ее. Возможно, вы чувствуете, что она более высокая в ранге. Или в какой-то степени вы ее стесняетесь, но очень боитесь ей отказать. Вдруг она подумает, что я там импотент, или у меня какие-то проблемы. Я должен ей доказать. А самое главное, я для себя проверю. А вдруг получится? Но в этот момент вы не уверены. Вы не уверены, что у вас получится. И если в голове у вас есть сомнения, то на деле этих сомнений будет гораздо больше, и выйти из ситуации будет гораздо сложнее. Поэтому стоит переходить к сексу тогда, когда вы чувствуете желание, когда вы уверены в себе. Не надо форсировать отношения. Не надо стремиться к сексу через три свидания, через пять свиданий. Вестись на рассказы друзей, которые говорят, что я ее в первый день ложил в постель, или, допустим, через неделю мы уже с ней спали. Или зачастую по интернету ходят байки, что необходимо с девушкой переспать через три свидания, или она на тебя начинает смотреть, как на друга. Начинает френдзонить и так далее. У вас своя история, у вас свой психотип, и у вас свои особенности. Особенности вашего прошлого опыта. Вам необходимо чуть больше времени, чем другим. Необходимо привыкнуть к девушке, адаптироваться. И адаптировать ее к себе. Вот когда вы перерастете девушку, то есть будете ощущать, что не женщина вами манипулирует, а она в вас заинтересована. То есть как бы в отношениях, когда она смотрит на вас, как на старшего, а не в такой позиции, как будто вы выпрашиваете секс. Вот тогда вы уже можете переходить к сексу. Это проверяется так же еще просто. То есть когда вы дома, представляете только ее, и в своих мыслях вы сношаетесь с ней свободно, спокойно. Хотя бы дома у вас не будут возникать вот эти мысли. Когда вы рядом с ней сидите, вот в следующий шаг, и чувствуете, что у вас встает член. И это вы не стесняетесь. Или другой момент. Когда вы рядом сидите с ней, просто внутри себя тихо проговорите, что, знаешь, у меня стос, или у меня иногда возникают проблемы с тем, что член встает не сразу. Или падает во время секса. Когда вы внутренне, хотя бы мысленно сможете это произнести рядом с ней, или очень тихо, так, чтобы она не слышала, один раз, второе свидание вы так произносите, вам станет гораздо легче. И когда вот эти все сомнения у вас уйдут, когда вы будете чувствовать, что вы переросли ее, то есть вы старший в отношениях, она смотрит на вас, как на старшего. Вот тогда, опять-таки, можете приступать к сексу. То есть правило таково, не уверен, не обгоняй. Продолжение следует...